Всем привет! И это видео про Александра-Солдата. Если название какое-то будет тупое, то извините, просто у меня не было идеи. Конечно, хочется выйти и сразу всех поразить своими новыми композициями, выполнить их хорошо. А так как сезон олимпийский, программа должна быть тоже олимпийская. Я бы хотела сделать всё правильно, так, как надо, и не на грамм по-другому. Подготовка к первому международному старту нового сезона началась сразу после чемпионата мира 2015. Я встаю примерно 8 часов, встаю, делаю измерения, которые показывают мои жизненные нормы, как готовы к тренировкам или нет. У нас есть специальный компьютер, называется Омега. Он показывает психологический уровень, уровень подготовленности, общее состояние. То есть все нормы показывает, чтобы можно было знать, какую нагрузку давать. Например, если он показывает 20% по кинтеновым, то надо снизить нагрузку. А если 100%, то тренер видит, он может сказать, что вот гимнастка настроена сегодня весь день пахать, пахать и пахать. Она разбирает и перебирает. Сейчас новые программы отрабатываются только по частям. Полные прогоны будут позже. Да, пока по частям, но хотелось бы уже собирать, потому что время поджимает, скоро старт, и надо уже выходить на стабильность. То есть встал, сделал, встал, сделал. Яна Кудрявцева, Маргарита Мамун и Александра Солдатова. Сегодня они сильнейшие гимнастки планеты. На первом ковре под руководством Ирины Винер и Анны Гьяченко тренируют свою новую программу третий номер нашей сборной Саша Солдатова. На чемпионате мира 2015 она завоевала серебро в упражнениях с обручем и булавами. Обруч я делала под музыку, которую давно мечтала. То есть я услышала про нее и прям влюбилась. И я думала, все, когда же она мне будет. И каждый год я говорю, он говорит, нет, ты еще для нее маленькая. И вот наконец-то в этом году удастся под нее выступить. Русские девушки меня очень нравились всегда, потому что у них данные прекрасные, очень красивые, тела шикарные. А данные вообще просто невероятные. Это мой выбор, я ни на секунду об этом не жалею. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, что это мой выбор. И я рада приходить каждый день в зал, тренироваться. Конечно, бывают сложные моменты, но приходится перебороть себя и пойти на тренировку. Но такие моменты редко. В основном только с желанием. В этом олимпийском сезоне программа Саши усложняется. В прошлом году Ирина Винер ставила задачу для Саши сделать два пируэта. В этом сезоне минимум три. Есть элемент, который делает она, ну, наверное, одна. Крутить поворот отвертку. И теперь у нас задача обращать только шесть. Останавливаться, моментально выходить в равновесие. Быстро! Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Но она справляется. То есть она стала идти на это. Не вредничать, не сопротивляться. Это, конечно, изнурительный труд. Вот, ну, дай бог, Саша, терпение. Она, когда начинает все делать, публика просто обалдеет. Потому что это класс, просто класс. Но все равно иногда остается, первое говоря, сделать шаг конкретно такой. Я думаю, блин, дальше будет некрасиво, наверное. И сначала убедиться, сделать, да, это красиво все. Ну, то есть это называется вере тренеру. То есть безоговорочно. Тренер сказал, гимнастка сделала. Все, и только так. И я с этим стараюсь каждый день тренироваться. У меня особых проблем с весом нет, но я очень критично к этому похожу. То есть сразу, если поправляюсь на 500 грамм, я сразу буду похудеть на килограмм, чтобы, главное, никто не заметил. Для восстановления и реабилитации после сверхнагрузок на тренировках, во время подготовки к большим стартам, Саша Солдатова идет в бассейн. Потому что нагрузки сильные, естественно, надо плавать. Тем более, вот лично мне это очень полезно для спины. Я очень гибкая, и плавание это просто надо. Страха как такого нет, скорее просто волнение. И сразу вспоминаю слова Арина Саны, то, что надо сделать все правильно. Не думайте о том, что надо сделать лучше, надо делать правильно. И Александра Солдатова. Мы втроем стараемся везде, во всем всегда поддерживать друг друга. И на тренировки я всегда смотрю, беру самое лучшее от Риты, от Яны. У Яны чистота и стопы, у Риты трудолюбие. Саша не домогала три дня, поэтому сегодня будет очень спокойная тренировка. В таком сдержанном режиме. Без таких каких-то упрощательных движений через голову. То есть сегодня нам нужно поберечься. Вот я накидываю план. Третий номер нашей сборной, чемпионка мира и Европы Александра Солдатова. 17 лет, рост 170 сантиметров, вес 44 килограмма. Взято очень серьезная музыка у нее, программа сделана под мяч на песню «Долиды» «Мама». И понятно, что это должно быть нечто. Поэтому одними элементами и гибкостью это все не объять. Так же, как упражнения с ее собручем «Призрак оперы». Упражнения с лентой, у нее перо-концерт Чайковского. Я думаю, что она справится, хотя это очень тяжело. Она делает невероятные пероядки, супер прыжки. Вообще очень толокливая девушка. Потом она по предметам делает очень сложный. На гимнастике, который на высокий уровень, она еще, скажем, не так, как у Дрявцева и Мамун. Они больше немножко взрослые, женственные от нее. Но она старается. Саша родилась в Стерли-Тамаке. И в 7 лет пришла в секцию спортивной гимнастики, когда семья переехала в Уфу. Потом мы переехали в Пушкино. И там я пошла в секцию к Оле Николаевне Назаровой. Оттуда уже попала в Дмитров. В Дмитрове ее и увидела заслуженный тренер России Анна Дьяченко, чья воспитанница Дарья Кондакова в те дни блистала в команде. Дьяченко стала брать с собой 12-летнюю Сашу на тренировке в Новогорск. И девочка жила практически у тренера в машине. Вот, как ты в глаза бежишь. Да не нужно вот так. Вот надо бежать. Вот, вот, вот надо бежать. Вот надо бежать. Любовь – это не соловьиный стол. Жизнь свою отдавать – умирать. Вот, это жизнь свою отдавать. А у тебя соловьиный стол. То, что на нее обратила так внимание Ирина Александровна, и так с ней работать – это огромное счастье для меня. Мама, не так. Вот так, сюда, вперед надо бежать. Не так отставленным этим. А вперед надо бежать. Давай, все, взлечем так все. На свой первый в жизни чемпионат мира Саша поехала в 2014 году. У меня была борьба до последнего. Контрольные тренировки каждый день, соревнования. Все, пока я на 10 баллов не сделаю, зао не уйду. Нужно сделать только спуск. Не подкручивай, не отворачивайся. В статичном положении. Да. Ты уводишь руку. Ты руку уводишь. Из Измира Саша привезла свою первую в жизни золотую медаль чемпионата мира. Это была радость больше не о том, что медаль. Радость была в том, что я выступаю. То, что приехала, мне Ирина Александровна доверилась. И я смогла выступать. Чемпионат мира 2015 был для Саши вторым по счету. Решение о том, что она будет выступать с обручем, Винер приняла накануне старта. Солдатова заменила Яну Кудрявцеву. Нужно было сражаться за медаль. Результат – три медали. Золото за победу в команде и два серебра за упражнение с обручем и булавами. Спокойно. Спокойно. Видишь, вошла в поток. Все получилось. Вошла в поток. Все получилось. Потому что бежала правильно. Потому что сделала это, это. Вошла в поток. Все, тебя поток понес. И все получилось. Вот так надо доходить. Вот так режиссеры актерами работают, понимаешь? Но есть актеры такие, как Анжелина Джоли и Вивьен Ли и так далее, и так далее. А есть актеры среднички, и ничего с ними не сделаешь. Их или надо убить, чтобы они в образ вошли. Или не знаю, что с ними делать. Или самой сдохнуть. Как это делаю я. А я не могу. Начало пусть сделаю. Ее Ирина, например, обожает. Она обожает ее. Потому что это правда. Она очень надаренная девушка. Очень. И она и красивая. Вообще, я ее очень люблю. И в то же это время вообще не люблю за ее характер. Это... Она девочка очень эмоциональная. И бывает, она отрабатывает программу так, что просто опустошается. Если мы работаем с эринцами, она останавливает тренировку и ее отпускает. Потому что силы покидают. И надо сделать еще 10 раз. А ты уже думаешь, как еще? Почему? Нет. Приходится, конечно, делать. Иначе никак. У нас преодолит себя олимпийский девец. Вот у нас тоже один соперник есть. Это мы сами. Вот если мы сами сделаем то, что нам положено, тогда, считайте, соревнования состоялись. У них почти нет личной жизни. Вся их жизнь проходит здесь, на тренировочной базе художественной гимнастики. Они заходят в гимнастический зал ровно в 9 утра, а выходят через 8-10 часов. Выходной день один, воскресенье. Но и его они часто используют для тренировок или занятий с учителями по скайпу. Им некогда даже помечтать. А если о ней мечтают, то только о победе. Олимпиада, достижения, это есть. Но, если честно, как раз, вот только вчера я об этом лежала, думала, как раз, ну, у меня ночью не всегда сплю, поэтому есть время помечтать, подумать. И у меня есть мечта встретить настоящую любовь. Настоящую, которая бы снесла крышу и все поменять в своей жизни. Ну, то есть, естественно, после спорта. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока будет больше таких видео.